здорово всем камлеводам посвящается этот видеоролик на тему жора масла объем двигатель 2.4 toyota камри 2007 года мотор хавит масло мы решили сделать раскоксовку своими руками вот они покупая дорогие средства которые продаются в магазинах сделать такой же аналогично даже лучше делаем это уже на opel vector c бы там у нас были залегшие кольца из 4 килограмм и подняли 10 килограмм самообычные раскоксовкой и я думаю здесь нам поможет что нам дать надо цвет он перемешанный с керосином вы не бойтесь ничего не будет все это уже делалось это старый добрый надежный метод которая испокон веков работает и работает заливаем в цилиндры выкручиваем свечи заливаем далее закрываем то есть вставляем обратно свечу то есть ацетон и керосин больше ничего не надо залили закрыли свечу зажигания для того чтобы образовался у нас внутри цилиндра пар чтобы ацетон и керосин начали делать свое дело после заливки как бы только вытаскиваете метку масла из-под картера если у вас объем масла в картере поднялся это означает то что пальцы залегли потому что мы заливаем керосин он полностью засасывается в картер а это не есть хорошо так бы не должно а вы считаете еще масло горячее оно раскальзывает между массой съемных колец тем самым появляется жор масла то есть мотор начинает хавать масло вот сейчас перемудрим посмотрим но должно получиться я повторяюсь мы это уже делали на опелевектор c там компрессия было 4 килограмма в в двух цилиндрах после аналогичной раскоксовки поднялось 10-11 до сих пор эта машина ездит и радует человека так тихо-тихо проворачиваем вал чтобы у нас башня походили всего после этого ожидайте маляш открывайте пашку берете электру засовывать и и смотри если той жидкости которую вы залили нету значит хреново нас все унесло в картер а это значит то что масло просачивается через цилиндр то же самое смотрите во всех цилиндрах вот у нас вот отдыха отдыха хотя бы чуть-чуть есть еще кольца на столько лет на цилиндр вообще не делили что поэтому на масле уходит в картер и поэтому мотор живет конкретно масло то же самое треть цилиндр засунули мы электрод смотрим там есть у нас унесло в подоне это не есть хорошо это значит то что то что кольца залегли кира это не означает то что надо делать капремонт нет если мотор без его работы тяга у него хорошая значит капремонт не нужно просто нужно восстановить кольца которые залегли потому что кто-то не меняет массы не ухаживают за машиной за трутят переливая даже может быть мотор эти моторы боятся перегрева из четырех цилиндров только в одном цилиндре во втором более-менее более-менее жидкость держится далее у пили на салфе раз посмотрим вот кеса реально банок сейчас я думаю мы сможем восстановить потому что пару таких операций и кольца должны будут восстановиться мотор должен лучше отвлекаться на газ на газ получше набирать обороты помягче работать и плюс холостой крутить обороты должны более плавно холостой закрутить посмотрим керосиново нет керосин выплескивать как мы видим в башке пару раз как мотор открутим без фига массового ручей мотор идеальными мягко работаем уже обучение дольца воли сейчас дальше покажу что мы не так все после того как поставила все час сейчас будем заводить обратно заводить обратно как она заводить мост и кокс еще происходит если в коле кофе 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 коф не заводится пока как все нормально пока сейчас заведешь свечи намочились надо пампер тяжеловато идет сейчас заведет завели ласточку после раскоксовки своими руками пора мокрый вот-вот смотри вот тут сейчас он будет у вас есть твои мать посмотрим будет лихавать масло после раскоксовки двигателя сарна мотор и холодный вода склоза вы что-то больше к стал брать вообще намного быстрее папа хуцука а педали бра к вот этот будет сидит четко ручится мотор работы топ здесь довольно людей обороты четко стоят четко держит будем смотреть будет и хавать масса машины не вот пошел дыма фу фу ну дым пошел херач чистка ребята ребят газа охранена стал брать газа все всю грязь выдувает а